О том, где чисто, они узнают из первых уст. Оттуда же народный контроль узнает и про подъезды, где коммунальщики забыли прибраться. Мы отправились с ними в очередной чистый рейд. Вот так, ровным строем, соблюдением социальной дистанции, как и положено, в масках и перчатках они снова идут в подъезды. Движимые главной задачей – проверить, как соблюдается дезинфекция домов. А зовут этих стражников порядка сами горожане. Оставляют отзывы в соцсетях или говорят при личной встрече. Плохо убирают, нечасто. Влажная уборка редко происходит. Подметают, да. А влажная уборка страдает у нас в нашем подъезде, да и в доме в целом. То, что уборщики оставляют после дезуборки, они при проверке без особых усилий стирают перчатками. Между собой, пока переходят от одного подъезда к другому, они успевают обмениваться шутками, которые гуляют в сети. Например, что местные коммунальщики работают слаженно и быстро, и некоторые подъезды убирают за несколько дней вперед. Но в каждой шутке, как известно, есть и доля правды. Вот и в одном из домов проверка графика дежурств показывает, что некоторые управляющие компании живут в будущем. Это была обработка в 6.42. То есть, на 1 период уже на 2. А сегодня 25 число. Списали бы общественники ошибку в графике на невнимательность уборщиков, но вмешалась пыль на перилах. В этот раз народный контроль исследует на предмет чистоты дома на южной части города. И не везде их ждали только пыль и мусор. Моем здесь раствором 5 таблеток. Ну, еще у меня есть и оборудование, которым я обрабатываю. Подметаю, чтобы не было песка. Обрабатываю также подоконники, лифты мою. Ну, все, что вижу, все мою, все убираю, чтобы было чисто, красиво. Проверили за этот день около 10 домов. Остались общественники довольны только шестью. Их и отметили знаками качества. А вот другие три дома попали в блокнот за замечаниями. Нету графика, и перила не протирают получается, и на почтовых ящиках тоже пыль. Уборка производится только половцами. А вот в том подъезде вы заметили? Это бил нарушение тоже? Да, да, конечно. Там тоже пыль присутствовала. Напомню, Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфицирующую обработку как минимум один раз в день. Управляющие организации обязаны вести график уборки и информировать об этом жителей. При влажной уборке используются хлорсодержащие или спиртосодержащие растворы. Но это, уверены общественники, только вспомогательная составляющая против эпидемии. У меня маски лежат в машине. Я выхожу, вижу человека без маски. Вручаю ему маску, прошу его надеть ее. Вчера вот рассказываю коллегам, что вчера на кормильце троих мужчин вернуло в машину, они пошли надели маски. Я им говорю, вы не боитесь заразиться? Они, ой, забыли, спасибо, сейчас пойдем. Сейчас в этой непростой ситуации нам очень нужно беречь себя, беречь близких, беречь наших друзей и всех вообще уренгойцев. Мы здесь в одном городе. В рейд с общественниками отправились Лала Гасанова, Феликс Расихин, и радио компания «Сигма» для НУР-24.